Сохранение здоровья специалистов. Сейчас это одна из важнейших задач для любой организации. Акционерное общество Самара Нефтегаз приступило к вакцинации сотрудников от COVID-19. Стационарный пункт вакцинирования на минувшей неделе в течение двух дней работал в Суходоле. В настоящий момент, конечно, у нас отмечается неблагоприятная эпидемическая обстановка по новой коронавирусной инфекции и возникает высокий риск развития различных осложнений. Поэтому первоочередной задачей, конечно, необходимо вакцинироваться от данной инфекции. Здесь все соответствует санитарным нормам. Прием ведут сразу две бригады. Вакцинация проводится специализированной медицинской организацией, которая обеспечивает логистику и вакцинирование сотрудников в соответствии с требованиями Минздрава, включая как предварительное медицинское обследование, так и поствакцинальное наблюдение. Ощущения, какие были, такие остались. Но без изменений. Не боялись на прививку идти? Да нет, не боялся. Добровольное решение. Новая болезнь протекает в тяжелых условиях. То есть, как бы, считаю, что с помощью прививки условия будут намного мягче. Я считаю, что это должен сделать каждый гражданин Российской Федерации, чтобы сохранить здоровье нашим старикам и детям. И себе. Стоит отметить, вакцинация против коронавируса проводится на добровольной основе. Используется отечественная вакцина «Спутник Ви». В настоящее время она входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения. В целом, вакцинация переносится хорошо. У небольшого процента отмечаются такие реакции, как небольшое повышение температуры тела кратковременно и местный болевой синдром в месте инъекции. Нет никаких сомнений. Проведение вакцинации в Самарнефтегазе позволит сохранить здоровье работников, а также смягчить санитарно-противоэпидемический режим. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».